привет всем танкистам и любителям игры world of tanks заранее поздравляю вас всех с 23 февраля с днем советской армии и военно-морского флота для молодого поколения это дата конечно же мало что значит но для тех кто служил во времена советского союза эта дата святая можно так сказать итак сегодня мы поговорим с вами о замечательной пт-сау девятого уровня love and dragon of pz-4 чем же замечательно это пт-сау ну начнем с того что это хорошее продолжение 8 уровня точнее продолжение пт-сау 8 уровня это знаменитый борщик можем зайти в исследование и посмотреть на эту замечательную пт-сау рхм борщик ватор ваффентрагер это замечательная машина-невидимка которая не видно практически проезжая мимо ее ее можно и не заметить чем она отличается 9 уровня это тем что орудие имеет менее меньшую альф для стоковой пушки стоковая пушка кстати здесь похоже на маус гамм но сегодня мы говорим о девятом уровне и вернемся к нашему ваффентрагер альф пз-4 чем же он нас радует радует он тем что в стоке мы имеем пушку от нашего борщика то есть это двести сорок шесть пробития и 490 средний альф среднего урона скорострельность здесь уже повыше 6 выстрелов в секунду и если у вас будет экипаж прокачан боевое братство будет стоять досылатель с приводом наводки то дпм у вас увеличится еще больше также у нас здесь стоки возможно установка пушки от е100 урезанная версия здесь пробитие конечно слабенькая 215 750 ну и полет снарядов здесь конечно желает лучшего так как скажем на упреждение очень тяжело попасть снаряды летят очень медленно и бывает такое что вы стреляете по цели и она успевает в этот момент двинуться с место и снаряд улетает мимо также скорострельность здесь маленькая 375 даже с досылателем и с приводами наводки дпм оружие не сильно увеличивается конечно он способствует лучшей стрельбе по мишеням но все же здесь конечно на любителя скажем честно что если пофанится выехать пострелять с большим уроном то я очень часто беру именно эту пушку но если мне нужен хороший дпм хороший результат и поднять свою кпд то я использую конечно классический вариант на узгам то есть это мы посмотрели пушки которые находятся на восьмом уровне на девятом уровне у нас все довольно таки лучше лучше в чем давайте посмотрим вот пушка 12 8 миллиметров такая же как уборщика сравним здесь 6 скорострельный 6 выстрелов пробитие 246 и альфа 490 на девятом уровне у вас уже все иначе скорострельность будет 5 и 5 пробитие заметьте 276 это замечательно пробиваем мы все и всяк практически мы не считая башни семерки веса и 100 если она будет ромбом стоять тяжело будет иногда пробить потому что рикошет ну в принципе пробить можно нлд еще никто не отменял и скажем башенки командира ну и разные другие уязвимые зоны про гусли я вообще молчу сбиваются на ура альфа у нас здесь 560 средний если на голде 350 352 пробития это вообще шикарно можно и башни некоторые прорубовать очень хорошо альфа также 560 фугас здесь тоже замечательные ребята 65 700 я часто проверял именно ездил на фугаса специально проверял урон урон конечно не такой как у ису или сушки 152 но принципе нормально сотку 150 и надо 200 а если в бочину кому-то зарядить то вылетает и 900 хотя средний урон 700 принципе но было такое что у пилы по борщу и вылетало больше тысяч поэтому пренебрегать фугасами не стоит я их с собой вожу штук 10 потому что в игре очень часто встречаются такие же пт савок как и я сам на вафл трагине ауф pz4 или тот же борщик или тот же е100 вафля 10 уровня что также фугасом рубается очень хорошо и наносится урон тоже замечательно итак рассмотрим наше второе оружие топовые от е100 10 уровня здесь у нас скорострельность осталась прежняя 375 пробитие увеличилось 235 что не может не радовать ну и альфа осталось прежней 750 фугасом 85 950 здесь у нас было также 950 то есть принципе все осталось тоже увеличилось конечно же только бронепробитие ну а так пушка все осталось также снаряд летит также медленно пробитие не всегда четко скажем если в бою я выхожу с пушкой 12 8 миллиметров то я уверен на сто процентов что я буду пробовать пробивать любую практически броню скажем если 3 это вообще семечки шестерки тоже семечки затруднение может быть четверкой семеркой ну и е100 принципе все остальные пробиваются довольно таки нормально а если боковая проекция или корма то здесь вообще вопроса нет плюс еще что хотелось бы отметить большой дпм у этой пушки то есть перезарядка 5 и 5 на девятом уровне ребята довольно серьезно и довольно таки замечательно то есть в ближнем бою даже если вы будете перестреливаться обмениваться то многих даже десятых уровней вы можете разобрать так как по вам попасть очень сложно особенно если это большая дистанция очень маленький танчик если допустим сравнить нас с е100 или вообще танками десятого уровня то мы как елка получаемся на пятом уровне очень маленький то есть чем-то мы даже похоже на борщик только уборщика башня стоит по центру у нас стоит она на корме и теперь давайте зайдем гараж и посмотрим что у нас может быть не так они так в этом танке это то что к нему очень тяжело привыкнуть поначалу я сначала на нем ездил как на кактусе то есть сейчас иногда бывает забываешь вместо задней передачи включаешь переднюю как на обычном танке почему так потому что на этом танке большую часть времени вы будете ездить зад атаковать скажем вы лазите за холмик где-то вам придется за почему за объясню если вы едете задом вот так и пушка вас развернута туда то пушка опускается вниз на хороший градус градусов 5 то есть вы можете опустить вперед если вы едете вот так вот передом к примеру вот так вы будете их то пушка вообще не опускается но зато поднимается хорошо вверх если же вы будете ехать наоборот то пушкам вверх вообще не поднимается но зато хорошо опускается вниз поэтому советую всем ездить именно выезжать на противника боком почему боком? Пушка когда развернута боком она у вас хорошо поднимается вверх и опускается вниз. Это раз. И второе то что вы всегда можете нажать на гашетку то есть нажать вперед и уехать вправо или если вам нужно можете развернуть корпус влево и уехать быстро влево с позиции если же вы будете атаковать противника вот так, то вам придется откатываться назад, а скорость у танка очень маленькая. Поэтому советую ездить задом. Это первое вторая причина. Почему же задом? Потому что у этого танка очень противный перед перед здесь от ПЗ-4 как вы уже поняли. И почему он противный? Противный он потому что любое попадание в перед это пожар практически 100%. Плюс погибает очень большая часть экипажа и очень часто критует оружие. Не знаю почему так происходит, но это происходит. Когда вы ездите задом то у вас просто обычный урон конечно бывает частенько это накрывает боевую кладку или орудие. Поэтому советую с собой возить малый рекомплект, а у кого есть деньги позволяют, то возить еще и большой рекомплект. По поводу огнетушителя. Для этого танка конечно нужно возить огнетушитель. Не верьте тому кто говорит что он не горит. Он горит очень хорошо. Хотя конечно можно приловчиться и ездить так чтобы его не так часто подпаливали. А именно придется вам ездить задом или боком. Потому как если вы будете ехать в бомб вперед, то вам будет очень часто критовать бак. У меня стоит как вы видите автоматическая аптечка. Она себя вернее огнетушитель. Он себя окупает. Потому как мне не надо думать как быстро нажать на клавишу. Очень быстро тушится пожар и вы не теряйте свое ХП. ХП у танка довольно таки неплохо. 1600. Это довольно таки нормальный. Обзор у нас на 9 уровне ребят просто замечательный. 410 метров. Это просто супер. Я поставил просветленку. Хотя сначала у меня стояла оптика. Но я от оптики отказался. Потому как люблю в бою иногда порашивать. Ололо. Ну и вообще во время движения у меня обзор остается с помощью оптики довольно таки неплохой. То есть максимальный обзор в игре 465 метров. У меня 410. Плюс еще 41 метр. Потому что просветленка дает у нас 10% к обзору. И получается как вы понимаете 450 с чем-то метров. Ну то есть максимальный обзор у меня есть плюс. У меня прокачанный экипаж довольно таки неплохо. И даже без просветленки у меня стоял мод. Не помню как он называется. И он мне показывал, что у меня без просветленки уже был обзор 423 метра. То есть это благодаря прокачанному экипажу. Не знаю какие бонусы там Wargaming придумал. Но вроде бы у меня ничего такого нету для прокачки какого-то там дополнительного не знаю обзора. Но все же вот такая ситуация. Сегодня хотелось бы посмотреть с вами два боя. Я вам покажу один бой именно с этим орудием от Mouse Gun или скажем подобием Mouse Gun и второй бой мы посмотрим уже на пушки с которой я люблю пофаниться. Это вот наша фугасница или пушка от Е100. довольно-таки солидное оружие и когда вы в кого-то попадаете то это просто кайф. А ее звук летящего снаряда просто завораживает. Поэтому советую вам приобрести эту пушку тем более она перейдет и на 10 уровень и будет на 10 вафле на вафлтраге на 10 уровень Е100. Правда там она уже будет барабанной но она у меня вот имеется сейчас в гараже. Я ее правда уже раз продавал и вот это купил второй раз обратно пофаниться. Люблю я с ней покататься и иногда она выдает довольно-таки неплохий результат. И сегодня мы посмотрим два боя где эта ПТ-шка покажет вам в принципе свои плюсы свои минусы и то как можно на ней вообще зарабатывать деньги и зарабатывать поднимать свою КПД и посмотреть вообще как она может наносить уроны противнику. Что еще мы можем в ангаре посмотреть с вами это то что рация у нас замечательная 700 метров довольно-таки хватает ее двигатель у нас здесь 400 мощность скорость в нее чуть более больше чем у борща то есть в принципе динамичная машинка можно на ней довольно-таки неплохо ездить конечно башня поворачивается очень слабенько и если нас кто-то начнет крутить то нужно прилопчиться стрелять на ходу с вертушки ну те кто привык ездить на танках в принципе для них это не проблема гусля у нас также нормально максимальная нагрузка 30 тонн скорость поворота 36 в принципе не ахти не скажу что супер но 36 поворот нормально в принципе не критично что бы еще хотел сказать ну для экипажа во-первых прокачиваем лампочку здесь первые перки на любителя у меня здесь стоит снайпер специально что-то наносить критические повреждения если у вас еще будет прокачано боевое братство вот я его уже докачиваю то этот эффект усиливается и очень часто скажем так вот если я езжу именно с этой пушкой отъезду то очень часто поджигаю танки противника поджигаю плюс очень критуется много или боя укладка или вообще БК подрывается то есть благодаря именно вот этой пушке с обычной пушкой стандартной от Маус Гана Маус Ган вернее вот это его 12.8 с ней так же бывает что подрываешь БК особенно это происходит 44 советую если в бою встречаете 44 бейте прямо в башню особенно в боковую проекцию если попадаете это практически 100% подрыв БК во всяком случае из 10 боев где-то 8 моих попаданий в 44 заканчивалось именно разрывом полностью танка то есть подрываешь БК так же ИСАТ 3 иногда подрываешь если бьешь заднюю проекцию башни так же очень часто подрывается у него БК и происходит подрыв всего танка то есть это замечательная пушка с которой можно сказать 98% у вас будет пробитие любого танка практически если вы знаете особенно уязвимые зоны с пушкой от Е100 с этим делом обстоят дело чуть хуже но в ближнем бою она незаменима особенно если в городе где-то то 750 среднего урона вы сами понимаете что это очень сильно особенно если вы подключаетесь к основному бою где-то во второй половине всего боя когда у многих противников уже хп снято больше чем наполовину у кого-то наполовину то один ваш выстрел отправляет сразу в ангар то есть практически для вас все становятся шотные ну и что еще хотелось бы сказать из расходников у меня стоит десовлатин сетка маскировка потому как на этом танке еще маскировка играет какую-то роль потому что на вафлтрагене Е100 10 уровня там уже маскировка бесполезна хотя конечно сеточка может даст дополнительных 5 процентов хотя для такого огромного танка который видно за 400 метров я думаю сетка мало чем поможет ну и как я уже говорил просветленная оптика также замечательная вещь для того чтобы вам не останавливаясь можно было наблюдать за всем что происходит перед вами ну и вообще засвечивать противника подсвечивать его за что вы также будете получать дополнительные баллы по снарядам давайте посмотрим по снарядам у меня 30 ббшек голду я с собой не вожу хотя в принципе она у меня была 5 снарядов я с собой возил ну честно скажу не особо она мне помогала или точнее сказать я ее редко использовал ну и фугас фугасы нужны для снятия захвата и для того чтобы скажем добивать уже шотных противников чтобы не тратить ббшку и для того чтобы лупить по таким же скажем хрустальным стеклянным птшкам или танкам как и вы сами с такой же слабой броней что еще бы хотела сказать еще хочу сказать советую вам всем пользоваться вот этой кнопочкой внешний вид для того чтобы устанавливать камуфляж не забываем камуфляж ставит ребят дает 5% маскировки тем более сейчас его можно купить за серебро ну и чтобы еще по экипажу мы уже сказали и да ребят желательно на 9 уровне чтобы экипаж у вас был максимально прокачен потому что от прокачки зависит очень много на этих высоких уровнях ну и сегодня мы посмотрим еще два боя как я уже говорил один будет с такой пушкой со стокового типа и второй стоповый уже как я называю ее фугасницей отъездом что еще ну по поводу брони вы уже наверное все знаете это можно посмотреть на ютубе очень много да и в описании здесь уже все понятно броня здесь от ПЗ4 сами понимаете это не тот уровень 80 лоб 30 и 20 ну картон короче пробиваем совсем и всяк особенно берегите вот этот козырек если вот этот еще может остановить фугас то здесь вы получаете стопроцентный шот а если арта сюда залетит то можно сразу поехать в гараж если арта крупная конечно мелочь так слегонца вас покоцает но крупная может отправить сразу спать домой ну и так переходим к боям сегодня у меня будет два реплея хотел вам в онлайне но лагает сильно сервак сильно перегружен праздник очень много людей как вы видите плюс 5 звезды все хотят сбить их все хотят заработать ну и поэтому посмотрим реплей ну и так перейдем теперь к реплеям и так ребят у нас стандартный бой карта тундра всем известная мы в середине топа в принципе бой с девятыми уровнями здесь ну и посмотрим ну это краткое вступление вот как мы видим наши друзья разбретаются по всей карте занимают свои позиции я поднимаюсь вот на этот холмик где любят как вы видите стоять арта ну и птшки стандартное место в принципе откуда можно настреливать по противнику по чужому правда засвету вот лорейн у нас метки сразу лупит по леве как вы видите я остановлюсь боком как я вам и говорил ну и вот арта противника накинула по нашей арте и меня зацепила сплэшем ну и смотрим за боем здесь вот здесь т30 получил ищем дальше 34 у нас стоит как вы видите перезарядка практически практически быстро здесь здесь я поспешил надо было подождать еще чуть-чуть сведения разбираем по чуть-чуть вот мой брат на таком же пт вот на 30 добирают и попробуем лупить не успеваем как вы видите ничего сложного нету занимаете позицию и лупите в этом бою было очень тяжело так как артиллерия противника очень солидно лупила и была вероятность попасть под фугас вот яхтигр получает бок то что я вам говорил бочину пробивается очень быстро и все выцеливаем дальше уже у нас больше 2000 дамага очень тяжело карта такая у нас рыхлая куча горбов куча гор и выцелить противника очень тяжело с одного места проигрываем уже 6-9 я даже не помню чем этот бой закончится возможно даже сливом но мне хотелось чтобы вы посмотрели как в принципе можно играть на этой пт и чтобы вы оценили саму пушку то есть если она попадает в цель как вы видели еще рикошетов не было а идут одни пробития то есть помними все и с и и и и и ждем противника вот клиент опасный парень его надо забирать если есть возможность шестерка вот видите было допущено мной несколько ошибок из-за того что управление очень сложная у танк то есть ездить нужно задом а я по привычке жму вперед вместо того что подкатиться назад из-за этого возникают некоторые трудности как вы видите у меня ранен наводчик я его вылечу урона у нас уже больше 4000 принципе неплохо уже идет зачет хороший в кпд так как у нас хп 1600 мы уже сделали больше чем вдвойне это хорошая прибавка кпд и вообще если бы бой выиграли то можно было бы неплохо подзаработать но принципе и так все замечательно в минус я не ухожу а вот еще отправили одного в ангар ну и здесь если мне не изменяет память я совершу небольшую ошибочку уже 4 950 урона тянуть бой конечно на картонном танке очень тяжело тем более у меня осталось 280 хп это шотный танк уже на один выстрел в принципе любому противнику я остался в одиночестве ну и тут барабан ну как вы поняли бой получился довольно интересно давайте посмотрим у меня где-то есть здесь я оставлял если не ошибаюсь кажется вот этот лог может и не этот так карта у нас здесь какая так тундра да вот этот бой вот вы можете посмотреть скриншот у меня в принципе есть на реплеях этот бой вот я получил основной калибр получил 1006 опыта и получил 64000 ну почти 65000 серебра чистыми я получил 16557 потому как снаряды дорогие и очень много ушло на ремонт и так далее ну и переходим теперь ко второму бою и так ребят вот второй бой сейчас я уже с пушкой от Е100 здесь у нас 46% на победу как-то везет мне на хорошие команды на слюнные бои не знаю почему но наверное потому что это все-таки рандом играю я без взводов без команд хотя на борще любил погонять в командах приступим и так я занимаю здесь стандартную позицию для ПТ на этом холм здесь как правило слева начинают появляться противники и я занимаю эту позицию для того чтобы обстреливать все что попадет мне на глаза разворачиваюсь боком как я вам и говорил или задом почему задом если по мне начнут вести огонь я быстро смогу нажать на гашетку и уйти с холма вниз если бы я это делал задом то меня бы мне бы накидали очень много чемодана как арта так и танки противника если бы я попал за свет а так есть шанс уйти без потерь так как скорость вперед у меня конечно побольше занимаем позицию чуть-чуть промотаю вот попал в лору 688 хп как вы видите и ее забрали в принципе пушка вы видите лупит довольно таки неплохо а для противника это очень неприятная вещь здесь я развернулся передом так как пока не вижу особой опасности для засвета но появляется борщ борща очень хороший обзор поэтому здесь нужно уже быть аккуратненько чтобы вас не засветили ждем борща можно было конечно поставить фугас для борща но у этой пушки очень долгая перезарядка и я не хочу терять время все таки жду жертву свою в засаде в чате у нас как всегда ласковое общение не обращая внимания смотрим на миникарту и ждем противника мы видим что слева на миникарте у нас противники вот появился АМХ ПТ тоже вот наш борщик и АМХ вот АМХ получает 816 как вы видите довольно таки неплохо парень сразу перехотел уже играть в эту игру наверное и ждем борща здесь я так и не понял куда ушел снаряд но бывает пушка все таки косая что поделать будем ждать соперников мы уже слились 1-7 довольно неплохо каждый раз удивляюсь от игроков которые играют World of Tanks зачем лезть на такие уровни если так быстро сливаться все что нужно в этой игре это ждать ошибки противник и стараться не допускать свои пытаюсь кого-то заметить АМХ еще живую ухожу из-за света так как на мини карте я вижу что АМХ у меня в кругу и это опасно был мой фраг но его забрали печально а хотелось ждем дальнейшей развязки вот идет прорыв вот я в засвете успеваю уйти как вы видите иду на помощь нашей арте и вот как-то меня достает Фоч скорее всего что он стрелял по арте а попал в меня потому как я не был даже в засвете но такое случается это не страшно у нас уже больше 2000 урона по противнику в принципе мы свою задачу как бы выполнили уже настреляли больше своего хп это неплохо здесь тигр 2 у него конечно броня очень крепкая и вот здесь я уже попал и вот последний чемодан как вы видите в этом бою вы увидели что может сделать с вами артиллерия вы увидели силу самой пушки вот е100 укороченной как бы урезанной версии иногда она косит а иногда конечно вбр нам улыбается и она бьет очень точно ну по дамагу по альфе вы видели что она очень серьезная просто что не повезло с командой но в принципе бой неплохой мне нравятся такие бои где я в принципе могу набить даже проигрышном проигрышном бою я набиваю больше своего хп это уже довольно неплохо потому как я приношу какую-то пользу команде если конечно меньше наношу чем своего хп это конечно минус как моему кпд так и моему самолюбию поэтому старайтесь не совершать ошибки учиться на своих ошибках учиться на чужих ошибках ну и в бою желаю всем побед удачи ну и надеюсь еще найду свои старые хорошие реплеи по этому танку возможно будут замечательные бои я сделаю еще реплей потому как мне это пт очень нравится сделаю реплей по борщу обязательно убедительная просьба каждому из вас пишите свои комментарии если есть прикольные реплеи смешные или вообще очень хорошие где хороший бой где очень много дамага или награды присылайте я обязательно их выложу на канале ну и до новых встреч до следующего обзора всем пока пока